Почему нам достаточно рассматривать сильно связанные автоматы? Это несложно доказать, и это я докажу. Рассмотрим произвольный синхронизируемый автомат и рассмотрим множество S всех тех состояний, к которым его можно синхронизировать. Тогда понятно, что это подавтомат в естественном смысле. Действие букв не может вывести за пределы этого множества. Понятно, что если я могу синхронизировать к состоянию Q маленькая и подействую какой-то буквой А, то к тому, что получится из Q под действием буквы А, я тоже могу синхронизировать только словом WA. Поэтому это подавтомат. И этот подавтомат, конечно, сильно связанный. Потому что, во-первых, он по-прежнему синхронизируемый. Те слова, которые годились для синхронизации во всем автомате, они и в подавтомате. А, во-вторых, он уже сильно связанный. Поскольку в S к любому состоянию можно синхронизировать, но в частности к любому состоянию из любого состояния можно перейти. Допустим, что M – это число состояния этого множества S. И допустим, что гипотеза черни справедлива для сильно связанных автоматов. Мы покажем, что тогда она будет справедливой для всех автоматов вообще. Ну, если гипотеза черни справедлива для сильно связанных автоматов, то вот этот подавтомат S, ажурная, должен обладать синхронизирующим словом длины не больше, чем M-1 в квадрате. Ну, а значит... Теперь рассмотрим разбиение автомата S, автомата, так сказать, исходного, точнее множества состояний исходного автомата на такие N-M плюс один класс. Один из этих классов – это вот это множество S, а все остальные классы – одноэлемент. Это разбиение будет конгруэнцией автомата. Ну, это такая общелгебраическая, так сказать, идея. Но я объясню, что такое конгруэнция и что такое фактор автомата. Это, конечно, легко. Вот тем более, что это пригодится дальше. То есть это не единственное место вот в этой лекции, где нам придется рассматривать фактор автомата. Давайте, значит, дадим определение. Эквивалентность, то есть разбиение P на множество состояний автомата называется конгруэнцией, если оно стабильно относительно действия букв. То есть если два состояния находятся в одном классе этой эквивалентности P, то под действием букв они тоже переходят в один класс. Не обязательно в тот же самый, конечно, но в какой-то один класс. Я буду таким вам значением пользоваться. Если P конгруэнция, то в квадратных скобочках взятое состояние Q с индексом P. Это тот класс этой конгруэнции, которому P принадлежит. Да, конечно. Ну вот маленький пример приведен. Вот маленький совсем автомат. И разбиение P, которое показано красной штриховой линией, это конгруэнция. Понятно, если я возьму два элемента из одного класса, ну скажем, рассмотрим нижний класс, один и два. Если я применяю букву A, то один переходит в три, а два переходит в четыре. Три в четыре по-прежнему в одном классе. Если я применяю букву B, то и два переходит в один, и один переходит в один. Но один сам собой тоже лежит в том классе. Точно так же легко проверяется, что верхний класс удовлетворяет тому же условию. Ну, буква A фиксирует и три, и четыре, а буква B их сливает в одно. Так что вот это разбиение действительно конгруэнция. Если P конгруэнция, то мы имеем возможность корректно определить структуру автомата на множестве классов этого разбиения. А именно, значит, вот фактор автомат, то, что здесь написано quotient, я по-русски буду называть фактор автомат. Это тоже автомат, у которого множество состояний, это множество классов. Автолуид, конечно, тот же самый, что и раньше. А дельта П, функция переходов, определяется вот как написано здесь. То есть, если я хочу подействовать на класс буквой А, то я просто действую на то состояние, на любое состояние этого класса буквой А, и беру получившийся класс. Тот факт, что разбиение конгруэнции обеспечивает корректность этого определения. Значит, неважно, какого представителя класса Q, класса вот этого я выберу в качестве Q, этот класс будет один и тот же. Вот, опять-таки, на моей картинке справа, вот это фактор автомат. Вот то, что было двумя разными состояниями, теперь стало одним. Это один класс, один и два. Ну, и точно так же 3 и 4. И вот в результате возник новый автомат, его действие букв, ну, индуцируется действием букв. Это, ну, в общем, я говорю, понятная общелгебраическая идея, ну, и понятно, зачем она нужна. В частности, она позволяет индукцию вести. То есть, мы можем, если мы нашли на автомате хорошую конгруэнцию, что-то там сжали, получили меньший автомат, значит, про него что-то уже можно считать, что нам известно, потому что предположение индукции выполняется. Этим мы воспользуемся ниже, а сейчас вернемся к тому рассуждению. Что-то я какой-то команде ошибку допустил. Почему сначала появляется номер слайда, а потом уже сам слайд. Так не должно быть. Ладно, я проверю. Значит, вернемся к нашему рассуждению. Напомню, что мы пытались доказать. Мы пытались доказать, что если гипотеза черни справедлива для сильно связанных автоматов, то она справедлива для любых. И мы вот на таком месте остановились, что мы рассмотрели разбиение множества Q на N-M плюс 1 классов, один из которых это вот ядро S, так сказать, сильно связанное ядро, синхронизируемое ядро, а другое все одноэлементное. Вот, конечно, это конгруенция, как мы поняли. И, конечно, фактор автомат, это снова синхронизируемый автомат. Любое слово, которое исходный автомат синхронизировал, оно будет это синхронизировать. Потому что оно будет посылать все элементы вот в этот новый класс S. Вот, и, конечно, в нем S является единственным стоком. А в таком случае я привык говорить ноль. То есть вот единственный сток. Понятно, да? Из S мы выйти не можем. Теперь это стало одним состоянием. И мы туда все пришли. Значит, вот теперь нам надо разобраться. Вот такая примерно картинка получилась. После того, как мы профакторизовали, что-то сверху осталось. На самом деле осталось точно то же самое, что было в исходном автомате. Вот, потому что все остальные классы – это одноэлементное множество. А все S собралось в один большой класс, который фиксируется всем алфавитом. Ну, и какие-то стрелки ведут из старых состояний в это новое состояние. Давайте разберемся, что происходит с этим самым нулем. Вот автоматы с нулем. Про них известный, это известный результат и очень простой. Ну, у него есть автор, вот этот результат Руссов опубликовал в свое время. Кроме того, он его подкрепил примером, который показывает, что оценка, вот которую я написал, не улучшаем. А именно, значит, если у меня есть автомат с нулем, и он синхронизируем, то у него есть синхронизирующее слово длины k на k-1 пополам. Ну, и, как уже сказал, вот в статье Руссова есть серия автоматов, которые показывают, что лучше сделать нельзя. Правда, у этой серии есть такой дефект, что там число букв растет с ростом числа состояний. И ситуация далеко не такая простая, если рассматривать автоматы, ну, скажем, с двумя буквами, ну, с фиксированным множеством букв. Там пока, в этом случае пока не удается верхнюю и нижнюю оценку, так сказать, замкнуть. Но сейчас это, мы не будем сейчас это обсуждать, потому что это, так сказать, мы по-прежнему продолжаем некое доказательство. А вот в рамках него я сейчас объясню, почему автоматы с нулем синхронизируются быстро. Вот перед нами автомат с нулем, некий. Я не стал именовать его состояние, это кроме нулевого. Нулевое я обозначил нулем, а все остальные какие-то, неважно. Как его можно синхронизировать? Это очень просто, если понять, что из нуля-то мы никуда уже не денемся. Нам просто надо по очереди загонять все состояния в ноль, одно за другим. Ну, начать, естественно, можно таким жадным алгоритмом опять. Вот берем все эти состояния, сначала самое ближайшее из них отправляем в ноль. Потом, если мы применяем это буква, то вот это образ буквы А, то, что здесь осталось. Ну, теперь самое ближайшее из них отправляем в ноль. Значит, теперь образ этого слова. Это вот это, ну и, наконец, такая штука. Вот. Как этот алгоритм в общем случае работает? Ну, понятно, что он делает самое большее, если в автомате К состояние, самое большее К минус один шаг, что на каждом шаге одно состояние попадает в ноль. Вот. И, ну, легко понять, что, так скажем, на первом шаге, когда мы самый ближайший отправляем в ноль, то это слово длины в один берем. На втором шаге самое, так сказать, худшее это слово длины 2 и так далее, и так далее, и тому подобное. В результате получается вот эта оценка, если все это сложу. Это, конечно, меньше, чем К минус один в квадрате. Вот. Ну, теперь опять вернемся уже последний раз к нашему доказательству. Значит, еще раз вспомним, что происходит. Мы рассматривали вот этот фактор автомат. Он синхронизирует, синхронизируемый, у него есть ноль, и в нем n минус m плюс одно состояние. Значит, в нем есть синхронизирующее слово длины, ну, вот этой, n минус m плюс один умножить на n минус m пополам. То есть в роли К выступает n минус m плюс один. Вот. Тогда, если в исходном автомате применить это слово, значит, фактор автомат, это синхронизирующее слово, но все загоняет ноль. В исходном автомате это слово все загоняет в s. Понятно, да, если обратно вверх поднимусь, вот, то, что было нулем фактор автомат, это на самом деле множество s в исходном автомате, и все загоняется в s. Вот. Ну, вспомним, что автомат, построенный на множестве s, как на множестве состояний, по условию синхронизируемый, для него есть синхронизирующее слово v длины m минус один в квадрате. Ну, тогда мы потом этим словом подействуем. То есть мы сначала словом u загоним все в s, а потом словом v сожмем s. Значит, слово u, v будет синхронизирующим словом уже в автомате a. Ну, а длина его вот оценивается. Надо длину u прибавить длине v. Ну, и легко посчитать, что это при любом m, каким бы ни было m, это меньше равно, чем n минус один в квадрате. Значит, вот этот аргумент показывает, что если мы докажем гипотезу черни для сильно связанных автоматов, то мы ее докажем в общем случае. Ну, есть всякие другие причины, по которым сильно связанный автомат интересно рассматривать. Значит, я не буду сейчас, так сказать, заниматься дальнейшей агитацией, а просто договоримся, что вот теперь будем предполагать, что наши автоматы всегда сильно связаны. Ну, по крайней мере, на этой лекции. Вот. Заметим, что этот автомат можно синхронизировать к любому состоянию. Это мы тоже уже обсуждали. И раз он сильно связанный, мы сначала к какому-то, а потом, еще добавив какие-то слова, дожмем его, значит, загоним вот это уже сжатое состояние туда, куда нам хочется. Таким образом получается, что можно такое сопоставление организовать. К каждому состоянию сопоставить то слово, которое в него синхронизирует. Ну, вот пример, который нам уже, может быть, надоел. Ну, давайте посмотрим, что здесь. Вот мы знаем, что в состоянии 1 все загоняется словом а, b в кубе, а, b в кубе, а. Вот. В состояние 2 все загоняется словом а, b в кубе, а, b в кубе, а, b. Ну, и так далее. В 3. Вот этим. И, наконец, слово а, b в кубе, а, b в кубе, а, b в кубе все загоняется в состояние 0. В каждом случае это кратчайшее слово. Хорошо. Теперь посмотрим на картинку, которую я из Википедии взял, из статьи «Rod Coloring Problem» Википедии. Это, кстати, Эллеров автомат. Пример Эллерового автомата, то есть того, к которому применима теорема Кари, значит для него проблема черни решается положительно. Вот, заодно. Ну, здесь понятно, есть сколько у нас, 8 состояний и вот синим, ну или там темным цветом, это одна буква изображена, а красным другая. Вот вместо... Нет, состояние желтое и зеленое, а стрелки, мне кажется, видна разница в оттенках. Ну, претензии к Википедии, это самое... Это, значит, вот у меня эти желтое и зеленое состояние, ну, смысл я их объясню, а пока я хочу сказать, что здесь нет букв, то есть это автомат, да, но как принято в этой части, так сказать, науки, вместо букв я рисую цвета. Да, да, ну вот, вот это вот как бы синий имеется в виду, а это как бы красный. По-моему, ну, конечно, не очень, честно говоря, да, но это видно. Хорошо. Вот, этот автомат синхронизируемый. Что это значит? Это значит, что для каждой вершины есть некая последовательность цветов, которая обладает таким свойством, что если я иду по дороге этого цвета, то я обязательно приду, ну, по последовательности дорог этого цвета, я приду в эту выбранную мою вершину, независимо от того, с какого места я начал. Ну, вот задачей, так сказать, которая могла бы вас немножко занять, является найти такую последовательность красок, так сказать, меток, которая загоняет все желтое или в зеленое состояние. То есть для желтого состояния найти такую последовательность, и для зеленого. Это не совсем тривиально, надо сказать. Вот. Но, учитывая послеобеденное время, я не буду пытаться вас напрягать этим, а сразу скажу ответ. Вот, для зеленого, для зеленой вершины решением является синий-синий-красный, синий-синий-красный, синий-синий-красный. Здесь видно, да, вот за эти цвета я отвечаю, которые снизу. Ну, тут, по-моему, хорошо видно, что синий – это синий, а красный – это красный. Да. То есть, из какой бы вершины я ни вышел, значит, если я пойду сначала два раза по синей дороге, потом по красной, потом опять два раза по синей, потом по красной, я окажусь вот здесь. Вот. То есть я ни о чем не должен, так сказать, неважно, где я был в начале. Вот. Есть такая палочка-выручалочка, которая меня ведет туда, куда надо. Ну, а для желтой вершины, понятно, что можно было бы еще добавить там, взять какой-нибудь путь из зеленой вершины в желтую и добавить его в конце. Это было бы можно сделать. Но в этом нет необходимости, потому что можно более короткий путь. Вот. Таким путем мы бы получили путь длины 11. Вот. А на самом деле есть путь тоже длины 9, вот такой, как написано. Наоборот, синий два раза красный, синий два раза красный, синий два раза красный. Ясно. Вот. Такое свойство, которое воспринимается как позитивное. Представлю, значит. Вот. Допустим, теперь, так сказать, мысленно, что мы имеем некую транспортную сеть, ну, то есть, сильно связанный граф, ну, ориентированный, потому что часть улиц имеет одностороннее движение. Ну, а если улица имеет двустороннее движение, можно считать, что это две улицы, так сказать, параллельно идущие с односторонним движением. Ну, конечно, сильно связанные, потому что, ну, если транспортная сеть не сильно связана, то, значит, есть две точки, что из одной в другую нельзя попасть. Ну что же такая за транспортная сеть? То есть мосты не разведены пока еще здесь. И мы хотим, у нас благородная цель, помочь людям, которые вообще не говорят на местном языке и вообще не имеют ни карты, ничего, добраться до нужных мест. Тогда мы можем, если нам удастся раскрасить эти дороги так, чтобы получился синхронизируемый автомат, то мы можем просто вот дать человеку табличку и для каждого места, которое ему может понадобиться, написать последовательность цветов, которые он должен идти. То есть, скажем, если он хочет пойти в Эрмитаж, ну значит вот синий-синий, красный-красный. Конечно, да. Да, ну как в примере, который я продемонстрировал. То есть вот в том примере, который я показывал, ну когда автомат черни, там мои слова были кратчайшими и они все действительно были получены так. Когда мы к одному синхронизирующему слову прибавляем буквы. А вот в примере, который я взял из Википедии, это было не так. Там было невыгодно приписывать к тому слову, которое мы написали для зеленого состояния, две новых буквы, чтобы получать слово для желтого состояния. Можно было сделать короче. Ну вот это, так сказать, отдельный вопрос. Как вычислить для каждого. Как мы знаем, это нетривиальная задача. Но сейчас у нас немножко другая вопрос существует. Вопрос волнует. Нам интересно вообще, возможно это или нет. То есть вот если нарисован граф, можно ли его раскрасить так, чтобы вот на нем легко было так ориентироваться. То есть другими словами, можно ли превратить наперед заданный граф в синхронизированный автомат? А у нас СССР совсем наперед заданный. Ну в смысле он не сильно связанный, но, грубо говоря, не обязательно там с каждой выходят там три дороги. Нет, ну вот сейчас мы и обсудим, так сказать, какие условия для этого должны выполняться. В такой постановке мы говорим, что каждая дорога только одного цвета. Там ни двух, ни трех. Да, это очень, да, это разумный вопрос. Действительно, на самом деле, ну я буду рассказывать о такой классической постановке. Вот мне лично как раз больше нравится такая, когда никаких ограничений на число выходящих ребер нет, но разрешается одной дороге приписывать несколько меток. Ну вот как на туристических тропах, если кто там по Западной Европе или даже по Восточной Европе гулял, там, значит, на деревьях полосочки написаны. Иногда можно несколько полосочек, потому что это часть одной маршрута и другого. А кто у нас бывает тоже на лыжных? А, ну на лыжных я не знаю. Конечно, они эквивалентны, да. Да, я согласен, что это одно и то же, и мне больше нравится из этих двух, или мне лично, из этих двух эквивалентных формировок, да, в которые разрешается ставить. Но я буду рассказывать в классической, вот как это в статье Трахмана написано, и как это было сформулировано в статье, там, ну, где проблема была предложена. Там, конечно, это не разрешается, то есть у каждой тропы должна быть одна метка, а тогда необходимо, чтобы получился автомат, должно выполняться очевидное необходимое условие, вот оно, что из всех вершин этого графа должно выходить одно и то же количество стрелок. Вот, ну, и при нашем определении автомата, значит, и при нашем определении, так сказать, вот того, что значит раскрасить, приписать каждому, каждой дороге один цвет, да, то есть одну букву, одну метку, значит, это условие является необходимым, очевидным образом. Вот, ну, вот такая задача, так сказать, топологическая, да, можно сказать, в каком-то смысле, как связана топология графа, ну, или геометрия графа, вот, синхронизируем, какого-то, и свойства автоматов, которые могут быть, в которые его можно превратить. Ну, вполне естественно и представляющий интерес. Я потом расскажу, как она появилась, а сейчас я хочу сначала доказать еще одно необходимое условие, которое, ну, на самом деле тоже очень простое, но чуть менее очевидное. Это условие, его часто называют опериодичностью, ну, по некоторым причинам я хочу слово опериодичное для другого понятия зарезервировать. Я буду пользоваться термином примитивность, который тоже довольно часто встречается, и для этого тоже есть оправдание. Это условие такое, значит, для того, чтобы какой-то граф можно было превратить в синхронизированный автомат, необходимо, чтобы наибольший общий делитель длин всех его циклов был равен единице. То есть, чтобы циклы были взаимно просты, ну, длины циклов были взаимно просты в совокупности. Это необходимые условия, и мы сейчас мы это докажем. Это несложно, даже после обеда можно такие вещи доказывать. Вот, ну, давайте возьмем какой-нибудь граф, гамма, у него есть вершины В, ребра Е, он сильно связанный. И, от противного рассуждая, допустим, что К больше единицы, это общий делитель всех длин его циклов. То есть, длина любого цикла кратна К. Вот. Тогда зафиксируем произвольным образом какую-то вершину, назовем ее В0, и построим такое множество из К множеств вершин. Обозначим В0, В1 и так далее, ВК минус 1. Это множество такое. Множество ВИТ попадает в сети вершины, что есть какой-то путь из В0 в В, длина которого дает остаток И при делении на К. Ну, например, если К равно 2, то у нас будет множество вершин, в которые мы можем попасть из В0 за четное число шагов, и множество вершин, куда мы можем попасть за нечетное число шагов. Ну, ясно, что все множество В является объединением этих множеств. Что не очень ясно может быть сразу, но мы это сейчас докажем, что эти множества попарно не пересекаются. Понятно, да? То есть, в принципе, так можно себе представить ситуацию, что я могу, ведь есть же много путей в этом графе, из В0 в В, что я могу и четным маршрутом туда прийти, и нечетным. Но вот, оказывается, в наших условиях это невозможно будет. Мы сейчас докажем. Вот. Ну, от противного, опять-таки, будем доказывать. Возьмем, допустим, что И не равно Й, и пусть В маленькая, это общая вершина ВИТом и ВЙотом. Это значит, что в графе гамма есть два пути. из вершины В нулевое, В, длина одного, обозначим ее Л, дает остаток И при делении на К, а длина другого, обозначим ее М, дает остаток Й при делении на К. Вот такая картинка. Теперь вспомним, что наш граф сильно связный. А это значит, что есть какой-то... Да, ну, понятно, что картинка условная, там, этим, так сказать, я совсем не имею в виду, что эти маршруты какие-то, там, такие, не пересекающиеся, у них мог быть общие ребра, там, да. То есть, они разные, в том смысле, что они, ну, необходимо, не совпадают, раз у них разные длины. Ну, конечно, они могут, там, идти довольно сложно, но символически вот так это выглядит. Так, наш граф сильно связный, что отсюда следует? Отсюда следует, что есть обратный путь. Какой-то путь из В, В нулевое. Вот. Ну, пусть его длина, допустим, Н. Какого-то, неважно, какого пути, длина Н. Тогда у меня получается два цикла. Если я вот на моей картинке верхний путь с этим обратным путем скомбинирую, получится цикл длины Л плюс Н. А если нижний путь, то будет цикл длины М плюс Н. Ну, и мы сразу получаем противоречие. Потому что длины всех циклов должны делиться на К. Значит, Л плюс Н, а это то же самое, что И плюс Н должно делиться на К. И М плюс Н, а это то же самое, что Й плюс Н, ну, по модулю К, должны делиться на К. Отсюда следует, что И и Й дают сравнимые по модулю К, а это явно неверно, потому что это разные остатки отделения на К. Важно, на самом деле, мы пути цикла и считаем не только простые. Да, правда, я не сказал. Ну, на самом деле, это эквивалентно, конечно. Ну, в моем рассуждении я ничего не говорил про простые циклы, я именно сказал длины всех циклов. Ну, несложно понять, что если длины всех простых циклов, что если... Ну да, что это, в общем, одно и то же. Если длины всех простых циклов... Да, длины всех циклов тоже будут делиться на К, да. Да, то есть это условия равнозначные. Ну, я ничего про простые циклы не говорил здесь. Вот. Итак, что же мы доказали? Мы доказали, что на самом деле в наших условиях множество В это дизюнктное объединение множества В0, В1 и так далее, ВК минус 1. Значит, эти множества попарно не пересекаются. Вот. И по определению, по построению этих множеств, каждая стрелка в этом графе, которая начинается в ВИТ, она заканчивается в ВИ плюс 1 по модулю К. Мы так строили, значит, эти множества. Ну, теперь понятно, что никак нельзя сделать это синхронизируемым автоматом, потому что, ну, если бы было синхронизирующее слово, допустим, длины L, то было бы два пути одинаковой длины, которые начинались бы один, допустим, В0, а другой В1. И у них должен был быть общий конец. А так не может быть. Вот. Доказали. Все. Хорошо. Вот. Так вот, гипотеза раскраски дорог, это утверждение о том, что вот эти два очевидных необходимых условия являются на самом деле достаточными. Значит, то есть, ну, два этих условия. Это первое, что постоянная степень исхода, что из каждой вершины исходит одно и то же количество стрелок. А второе, что граф примитивен. А сильно связан. А, ну, мы все время говорим про сильно связанные графы. А слои примитивности вообще можно быстро проверять, как стоит? Да. Да, можно. Ну, да. Вот, да. Вот. Ну, вот, другими словами, это такая гипотеза, так сказать, такое предположение называлось гипотезой раскраски дорог, что любой сильно связанный, примитивный орграф с постоянной степенью исхода допускает такую раскраску, которую превращает его в синхронизирующий автомат. Но я буду коротко говорить синхронизирующую раскраску. Ну, вот, эта задача в явном виде была поставлена в 77-м году. Такие есть математики, Адлер и Уайс, ну, вот еще Гудвин, которого я меньше знаю, их соавтор. Вот, статья под таким, значит, непонятным названием, но эквивалентность топологических сдвигов Маркова. Вот, там, вот именно в такой формировке, то есть, я имею в виду с дорогами, со всем, в общем, статья эта у меня есть, она довольно прозумно описана. На самом деле, о чем, ну, как-то в истории не пишут, там такая ситуация. Они изучают некий вопрос, ну, я потом скажу кратко какой, вот, и пытаются что-то доказать. Потом они говорят, что вот, если бы это было верно, то доказательство было бы очень таким хорошим и понятным. И формулирует эту гипотезу. Но это мы доказать не можем. Ну, а так как мы доказать не можем, то мы все равно докажем то утверждение, которое, значит, но, правда, более таким хитрым и вычурным способом. То есть, фактически, ну, так сказать, в этой статье они обошлись без этого предположения. Но, тем не менее, само предположение довольно естественное, и они сочли нужным его в явном виде, так сказать, выделить и сформулировать. Вот. Ну, а фактически все эти идеи появились еще раньше, и в такой неявной форме это опубликовано было, ну, появилось еще вот в Большом мемуаре, который Адлер и Вайс написали про автоморфизмы Тора, и который в Memories опубликован в 70-м году. Так что вот, можно сказать, что 40 лет этой задачи было. И она привлекала довольно много внимания. У нее понятная формировка, и люди пытались ее решать. Я думал над тем, стоит ли рассказывать, откуда они пришли к этой задаче. То есть, каких вот, почему такие вот там звучат слова топологические, там, автоморфизмы, Тор какие-то, ну, такие, в общем, из какой-то очень высокой математики. А появляется такая задача. Это вообще, на самом деле, довольно интересно. Но потом я решил, что все-таки это нас увело бы очень далеко. И мне кажется, что эта задача, на самом деле, вполне естественна с точки зрения, ну, вот, такого, reverse engineering, то есть, исследования синхронизированных автоматов. То есть, мы хотим понять, вот нас интересует синхронизированная автомата. Это вроде как, так сказать, я вас агитирую, и никто пока так уж сильно не возражает, что это небезынтересный класс. И вот, естественный вопрос, а какие, какие свойства графов, так сказать, несущих, способных нести синхронизированную автомату? Это вполне естественно само по себе. Вот, вот в этой ссылке, это хорошая статья, такая, вот есть такая толстая-толстая книга в трех томах Handbook of Formal Languages. И там, вот, Мария Пьербиала и Доминик Перен написали обзорную статью, очень ясную, очень такой прозрачную. Ну, она немножко устарела, потому что в ней еще не говорится при решении проблемы раскраски дорог. Но вот откуда она берется, эта проблема раскраски дорог, в связи с символической динамикой, оттуда становится совершенно ясно. Так что вот ссылка, желающие могут почитать, и там будет все понятно. Вот. Но в двух словах, для тех, кто совсем, так сказать, никогда не слышал про это, что такое символическая динамика? Это идея, которую придумал, ну, по-видимому, Морс, для изучения динамических систем, реальных динамических систем. Ну, то есть, грубо говоря, в неком фазовом пространстве, значит, имеется там точка, ну, система, там, дифференциальных уравнений, там, вот она как-то меняется, так сказать, во времени, и мы хотим про нее что-то сказать. Вот. И идея была такая. Возьмем это пространство и разделим его, разобьем его на какие-то конечные число каких-то частей. Этим частям дадим какие-то имена. И будем вести протокол. Вот наша, ну, так сказать, условно говоря, точка этого пространства, она во времени движется, эволюционирует. И вот мы каждую секунду спрашиваем, а где же она находится? В результате у нас возникает бесконечное слово. Ну, вообще говоря, в обе стороны бесконечное слово, потому что состоящее из букв конечного алфавита. Это такой протокол, так сказать, передвижения этой точки. Очень угрубленный, потому что мы не фиксируем ее точные координаты, а только вот в какой части из тех частей пространства, которые мы, так сказать, поименовали, она находится. Ну, вот у меня есть такой приятель, Марк Сапир, он любит в качестве примера приводить. Вот у нас есть карта, ну, есть Соединенные Штаты. Мы едем на автомобиле и регистрируем, в каком штате мы сейчас находимся. Вот у нас получается в алфавите там из 48, так сказать, основных штатов, штатов, которые можно на автомобиле проехать, не выезжая за пределы Америки. Появляется слово. Вот мы едем, 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 там, дальнобойщик какой-нибудь, или там путешествуем. Что... Идея совершенно понятная. Что не совсем может быть понятной, и так вот, ну, может быть, даже удивительной, что, оказывается, изучая вот такие протоколы, можно делать некие нетривиальные выводы, содержательные выводы, о поведении самой системы. То есть можно достаточно много сказать. Ну, понятно. Ну, например, там, если она была каким-то периодическим свойством, это, конечно, в этой последовательности будет проявляться. Если она там, ну, не совсем периодическая, в таком явном смысле, что она, ну, именно четко повторяет там, а вот, ну, какая-то такая органическая, то есть есть какая-то точка загущения, вокруг которой она... Это тоже в этой системе проявляется. Вот такой был подход. Ну, вот, и это оказалось очень интересно и само по себе. Значит, само множество этих последовательств тоже можно рассматривать как динамическую систему. Его снабжает топология там, естественная, ну, компактная, кстати. Это две таких бесконечных последовательности, близки к друг другу, если у них совпадают достаточно большие куски в середине. Вот у них есть, так сказать, ноль, текущее положение. Вот если они... Это даже метрическое пространство, да, вот если два таких пространства... Если две таких последовательности совпадают на достаточно большой окрестности нуля, то они близки. Ну, и можно прямо метрику ввести, значит, там, скажем, расстояние, это два в степени минус, вот радиус, на котором они совпадают. Это метрическое пространство, это компакт, на этом компакте оператор сдвига, так сказать, продергивание этой последовательности вправо, то есть вот точку ноль мы перемещаем или влево, действует как непрерывное отображение. То есть получается вот такая задача, ну, типичная задача теории динамических систем. У меня на компактном пространстве действует некий непрерывный оператор, и мы хотим что-то содержательное по этому поводу сказать. В общем, это богатая такая содержательная теория, в которой есть крупная открытая проблема, проблема эквивалентности. В общем, все это такое очень живая и интересная часть математики, символическая динамика. А с конечными автоматами она связана очень просто. Дело в том, что конечный автомат, любой конечный автомат, вот как мы определили, он как раз и порождает такого сорта. А, вот главное понятие в этой символической динамике, это вот по-русски я не знаю, как правильно это сказать, по-английски это называют shift. Так вот это в том-то и дело, что shift это сдвиг, это я знаю, но вот то, что они называют shift, это не сдвиг. По-русски они называют shift, это значит что? Это подможество, вот этого множества последствий, которые замкнуты в двух смыслах. Во-первых, оно замкнуто как топологическое, то есть, ну, это пространство, да, как подпространство. А во-вторых, оно замкнуто относительно оператора сдвига. По-русски это можно было бы назвать трубкой траекторий. Да, вот представьте, вот у меня есть такие траектории, возможное движение точки. Вот, так сказать, это замкнутое пространство, и оно инвариантно относительно, так сказать, изменения координаты временной. Вот это основное понятие. Так вот, связь с конечным автоматом очень простая. Если есть конечный автомат, и мы по нему гуляем бесконечно долго, и выписываем последовательность меток, которые мы прошли, то это очень типичный пример вот такого сдвигового пространства. Это так называемый, по-английски это называется sophic shift. Я не знаю, что такое sophic. Вот, то есть вот такое, это определение метод такое, это сдвиговое пространство, порожденное неким конечным автоматом. То есть все, вот есть конечный автомат, всевозможные такие прогулки по нему бесконечные в обе стороны, то есть протоколы посещенных рёбер. И вот там есть очень много таких, видимо, трудных задач, и в то же время довольно красивых теорем. То есть вообще все это интересно. Ну вот в такой формировке да, в принципе, конечно, изучается. В случае конечного автомата непонятно, что значит идти в обратную сторону. А что значит в обратную? Мы не идем в обратную сторону. Мы никогда не начинаем. То есть у нас есть бесконечная прогулка, так сказать. Она идет и идет, вот мы гуляли и гуляли. То есть он всегда прожился, всегда будет крутиться. Да. А вот это, почему синхронизируемость для этого важна? Это вот, так сказать, довольно любопытно. Вот. Хорошо. А. Значит, вот мы на чем остановились. Что это такая задача, она получила известность. Есть много интересных частичных результатов. Ну, например, вот в той же работе Кари, которую я цитировал про эйлеровые автоматы. Там на самом деле доказано, что для эйлеровых деграфов проблема раскраски дорог решается положительно. Что если у меня есть эйлеров-ориентированный граф и выполнены вот эти, ну, вот условия примитивности, то его можно раскрасить так, чтобы получился синхронизированный автомат. Это, кстати, довольно интересно. Вот если мы возьмем граф Кейли группы, то он эйлеров. Понятно, да? Так вот, оказывается, что если там, ну, наложить соответствующий условий, чтобы он примитивный был, то граф группы, который, конечно, не может быть синхронизированным. Ну, потому что там каждая буква как перестановка действует. Его всегда можно перекрасить так, чтобы он стал синхронизированным. Это еще... Вот другой частный результат я рассказывал про автоматы, связанные с кодами. Ну, там именно эта задача возникает. Вот нарисовано такое дерево, мы из него делаем орграф, замыкая обратно все листья на корень. Вот, оказывается, и там, значит, всегда можно, ну, не всегда, а при выполнении слоя примитивности можно раскрасить. И это тоже было доказано раньше, в начале 70-х годов. Вот, ну, окончательное решение получилось совсем недавно. Вот Абрам Нович Трахман, значит, его, как я уже рассказывал, в августе 2007 года. Нашел, и, так сказать... Ну, а статья вышла тоже в израильском журнале, кстати, в 2009 году. Надо одно промежуточное понятие рассмотреть. Это понятие стабильности. Значит, это довольно простое понятие, но вот оно, так сказать, оказалось очень важным в этой работе. Его придумали люди, два финна и один американский чех, вот этот. Я как-то выступал на эту тему в Чехии. Меня подвергли критике сильной чехи, что я не поставил хачек над фамилией Кулик, над буквой С. Да, вот. Мне сказали, что он же Чулик, он все такое. Я потом 10 раз проверил, он всегда себя пишет без этого. То есть, он давно живет в Америке, американизировался. Ну, и, наверное, чтобы не дурить людям голову, этот хачек убрал. То есть, вообще-то он Чулик. Ну, все его называют Кулик, Карел Кулик, второй. Это, ну, так, вот он. Вот. Карел Кулик, второй, да. Значит, Юханин Карифемяки, которого, наверное, много знают, многие здесь знают. И вот Ярко Кари. Они публиковали статью. Сначала на конференции доложили, вот на ЛТ в 2001 году. Я там был и этот доклад слышал. И потом, значит, более подробно в статье. Идея такая. Значит, мы рассматриваем такое отношение на множестве состояний произвольного автомата. Говорим, что два элемента эквивалентны. Если для любого слова У из алфавита, над алфавитом этого автомата, существует такое слово В, что действия слов УВ на КУ и КУ штрих одинаковы. Это что значит? Это значит, что вот у меня есть эта пара. Я могу сначала применить совершенно любое слово и загнать их куда угодно. А потом я все равно смогу их соединить вместе. То есть это сильнее, чем сказать, что я просто их могу соединить вместе. Понятно? Вот такое отношение. Вот. Оно называется отношением стабильности. Ну а пара, которая принадлежит, она называется стабильной парой. Итак, стабильная пара, это такая пара, которую можно соединить в одно состояние после применения любого наперед за одного слова. Ну вот если автомат синхронизирует, да, тут два замечания сделаны. Во-первых, что это конгруенция. Ну легко понять, что это рефлексивное, симметричное, транзитивное отношение. Ну а то, что оно стабильное, это почти очевидно. Понятно, что если я применил какую-то букву к стабильной паре, а потом еще какое-то слово, то это все равно я применил слово. Значит, я могу их загнать в один. Вот. Заметим, что если автомат синхронизируем, то там, конечно, все пары стабильны. Ну, потому что в синхронизированном автомате вообще любую пару можно соединить, ну, значит, загнать в одну. Так что, вот. Вот. Скажем, что раскраска графа с постоянной степенью исхода стабильная, если в результате получается автомат, содержащий хотя бы одну стабильную пару. То есть это значительно слабее, чем синхронизируемая раскраска. Значит, если мы раскрасим синхронизируемым образом, то есть если у нас будет синхронизируемый автомат в результате раскраски, там все пары будут стабильны. А мы значительно наши амбиции усмиряем, а именно мы хотим, чтобы хотя бы одна пара была стабильной. Ясно, что это, ну, по крайней мере, формально намного более слабое требование. Вот интересным оказывается то, что это равносильно. Вот такую теорему они доказали, что, допустим, что у каждого сильно связанного примитивного ориентированного графа с постоянной степенью исхода есть, ну, естественно, нетривиального, чтобы было более, есть стабильная раскраска. Тогда гипотеза раскраски дорог справедлива. Понятно? То есть если мы можем научиться красить все такие хорошие графы стабильным образом, то есть так, чтобы хотя бы одна пара стала стабильной, то, значит, мы можем решить и проблему раскраски дорог. И это не очень сложно доказывать, это так вполне понятное утверждение. Понятно, что мы можем вести индукцию по числу вершин в графе, используя этот факт, что отношение стабильности конгруэнция. То есть что мы делаем? Допустим, что граф гамма допускает стабильную раскраску, то есть его можно сделать автоматом, в котором есть стабильная пара. Возьмем вот автомат А и профакторизуем по отношению стабильности. Поскольку есть стабильная пара, то это нетривиальная конгруэнция, то есть что-то склеится. В фактор автомате будет меньше состояния. Значит, фактор автомата можно при положении индукции применить. Сказать, что по предположению индукции он уже допускает синхронизирующую раскраску. А потом осталось просто поднять... Синхронизирующую или стабильную? А? Нет, нет. Мы по индукции доказываем такое утверждение, что если есть стабильная раскраска, то есть синхронизирующая. Значит, мы берем фактор, он меньше. Легко понять, что в нем тоже есть стабильная раскраска. Это несложно. И тогда по предположению индукции есть синхронизирующая. Потом надо поднять обратно. Ну, там есть маленькие технические детали. Но, в общем, это на страничку доказательство такое совершенно, ну, как сказать, естественно развивающееся. То есть, взять и начать писать это доказательство, то оно само собой напишется, просто все проверяется. Никаких там хитростей нет. Вот. Ну, давайте я покажу просто на примере. Вот у меня есть такой граф. Давайте на него посмотрим, что про него можно сказать. Он всем условиям натворяет. У него степень исхода у каждой вершины сколько? Три? А? Четыре? Да, четыре. Правильно. То есть, все замечательно. Четыре. Он примитивный. Ну, например, вот у него цикл длины два. А вот цикл длины три. Ну, кстати сказать, вот из нашего доказательства про примитивность. Пятой вершины. Пятой вершины. Не пропущены ли вы про пятую в первую? Из пятой в первую. Да, наверное, вы правы. Виноваты. Вот. Ладно, исправлю. Вот, проглядел. Да, согласен. Что-то я хотел другое сейчас сказать. А, я хотел сказать, что на самом деле, ну вот мы условия примитивности так сформулировали, что длины всех циклов взаимно просты в совокупности. На самом деле, из нашего фактически доказательства, вот того, что оно необходимо, понятно, что оно эквивалентно для сильно связанных графов в таком условии, что есть просто два конкретных цикла взаимно простыми длинами. Вот. Так что вот достаточно это проверять. Ну, а здесь, так сказать, то есть всегда, когда это условие выполнено, просто, значит, есть два простых цикла взаимно простыми длинами. Хорошо. Возьмем какую-нибудь раскраску. Возьмем какую-нибудь раскраску. Ага, ну ладно, счет. Ну ладно, поправим, все. Значит, вот эта раскраска какая-то, да? Что про нее можно сказать? Она несинхронизируема. Вот. Ну, например, первое и второе состояние. Нельзя синхронизировать. А, первое и четвертое. Ну, посмотрите, вот, значит, если я пойду по черным, так сказать, линиям, да, вот первое и четвертое не получается. Если красное просто их меняет местами, зеленое тоже, так сказать, их вот так вот меняет местами. Ну, в общем, этот автомат не синхронизируем. Это можно проверить. Но у него есть стабильная пара. Вот. Отношение стабильности здесь вот такое. Это на самом деле разбиение вот по этим вертикалям. То есть, вот это фактор по отношению стабильности. То есть, 1, 2, 3 сжалось в одно. По-моему, то, что вот пара 1,2, скажем, стабильная, довольно очевидно. Сейчас вернемся. Вот почему пара 1,2 стабильна. На что бы, как бы я, чем бы я не подействовал, я потом могу это сжать, да. Ну, да. Вот понятно, что вот это разбиение конкуренции, да. Вот. Если я чем-то действую, то я остаюсь в одном классе, ну, скажем, 1,2, я могу перевести в правую часть или оставить в левую. А любые два состояния из одной части я могу сжать. Да. Это отношение стабильности. Вот фактор по отношению стабильности. Вот он. Это по-прежнему несинхронизированный автомат. Но здесь это очевидно, что это несинхронизированный автомат. Потому что видно, что все преобразования действуют как перестановки. Значит, вот черное вообще просто фиксирует все, тривиальным образом делает. А все остальные, они одинаковые и просто переставляют состояние. Но по предположению индукции, так сказать, этот автомат уже можно перекрасить. Ну, здесь это очевидно, как перекрасить этот автомат, чтобы он стал синхронизирован. Вот надо, например, красное и черное переключить. Видно, да? Вот была черная петля, она стала красной. А было обратное ребро из 4, 5, 6 в 1, 2, 3 красное, теперь оно стало черное. То есть это другая раскраска того же самого графа. И это, конечно, уже синхронизирующий, синхронизируемый автомат. Он синхронизируется, например, просто красным, однобуквенным словом. Очевидно. И теперь надо эту раскраску поднять обратно. Вот если мы обратно теперь распрямим наш граф, то получится вот такая штука. Ну, чего здесь не хватает? Тоже в 5, 3. Тоже в 5, 3. Ну да, естественно, это уже копипаста, так сказать. Только цвета прописывалось. Ясно. Хорошо. И вот этот автомат уже синхронизируемый. Заметим, что не утверждается, что у них одни и те же синхронизирующие слова. Это так сказать. Понятно, да? То есть вот этот автомат однобуквенным словом синхронизировался, этот уже более сложным. Но легко заметить, что эта раскраска будет синхронизирована. Вот. Вот такая примерно вещь. Вот. Итак. Что Трахман сделал, он именно это и доказал. То, что нужно было согласно теореме Кулика, Крахмяки и Карри. Он доказал, что если есть сильно связанный примитивный орграф с постоянной степенью исхода и более чем одной вершины, то у него есть стабильная раскраска. Да, что есть два цикла взаимопростой длины. Вот из того, что если граф сильно связанный, и они все взаимопростые совокупности, то есть обязательно два цикла взаимопростой длины. Если вы посмотрите на наше доказательство, вот как мы доказывали, что примитивность необходима, вы увидите, что мы фактически это и сделали. Мы построили два цикла. Мы привели к противоречию, не утверждение, что все вообще циклы имеют. Не обязательно будут простые, или не получили. Потому что, может, если взять графики, то есть состоящие просто из тропцитовок, соединенных в одной вершине, циклы длины 6, 10 и 15. Они все попарно не взаимопростые, но взаимопростые. Ну да, наверное, вы правы. Но есть, конечно, например, если мы пройдем сначала по циклу длины 6, а потом по циклу длины 10, то будет цикл длины 16. И его длина взаимопростая с циклом на 15. Хорошо. Значит, вот мне Карри, так сказать, ну так, он вообще, ну финн такой, очень сдержанный человек, очень симпатичный, но он так, я бы не сказал, что с болью в сердце, но так, с огорчением, что вот мы не додавили. То есть, вот оказалось, что этот путь, по которому они шли, он был правильный. И вот, так сказать, ну вот так. Я должен сказать, что я был на этой конференции, где они рассказывали, я слышал этот доклад, вот, доклад был Крахомяк как раз, и, в общем, я понял все это, но в тот момент мне казалось, что, ну под влиянием некой другой совсем идеи, мне вообще казалось, что это неверно просто, что там есть еще один вариант, ну который, как бы еще одно необходимое условие такое, более высокого порядка, так сказать. Вот. И я, так сказать, не стремился никогда это доказать, потому что я просто думал, что это неверно. Вот оказалось, что это верно. А они-то, конечно, верили, что это верно и хотели, но вот чуть-чуть не додавили. Вот. Значит, я некоторые, так, сколько у нас времени еще? Мы в пять с чем-то, да, должны закончить. Ну вот, хорошо. Значит, я некоторые части доказательства, ну, так сказать, на идейном уровне, я все доказательства расскажу, опуская одну маленькую техническую, ну, важную, конечно, но все-таки уже техническую часть. Значит. Ну, естественно, мы будем рассуждать от противного. То есть мы возьмем граф, противоречащий тому, что здесь сказано, и будем пытаться это как-то привести, так сказать, противоречить. То есть что мы возьмем за граф? Мы возьмем сильно связанный, примитивный граф, у которого нет ни одной стабильной раскраски. И будем пытаться что-то про него доказать. Ну вот, ведем обозначение. Ну, для того, чтобы, так сказать, что-то здесь иметь возможность сказать, мы должны что поизучать? Мы должны поизучать немножко автоматы, в которых нет вообще стабильных пар. То есть вот этот граф обладает таким свойством, что любая его раскраска является автоматом без стабильных пар. Так вот, что можно про такие автоматы сказать? Вот. Ведем два таких понятия. Одно понятие – это тупик. Значит, скажем, что пара состояний разных является тупиком, если никак нельзя эти два состояния соединить. То есть получается, что… Ну, никакое слово не вздвигает их в одно. Получается, что если, скажем, пара нестабильна, то есть такое слово, которое эту пару отправляет в тупик. В тупиковую пару. Вот. И понятно, что если автомат не синхронизирует, то у него обязаны быть тупики. А, да, опечатка, да. Да, правильно. Нет, 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 нет. Это опечатка. Ну, ладно. Ну, видите, все-таки это самое… К концу внимания рассеивается не только у слушателей, но и у, так сказать, авторов слайдов. Нет. Что значит пара нестабильна? Вот тут написано, если пара нестабильна, тогда есть такой способ ее куда-то перевести, что это будет тупик. Потому что, например, сама стабильная пара вполне может каким-то словом сжиматься. Нестабильная пара. Мы еще ничего не говорим. Вот. Если пара нестабильна, это значит, что есть такое слово, которое ее переводят в пару, которую сжать нельзя. То есть есть… Да. Вот. Теперь клика. Клика – это такое множество Q, у которого каждая пара – это тупик, и к тому же оно еще максимально среди всех таких множеств по мощности. То есть понятно, значит, такое множество вершин или состояний, что каждая пара в этом множестве – тупик, а если мы еще что-то добавим, то уже не каждая пара будет тупик. Вот. Ну, понятно, что если F, допустим, это клика, вот F – это пережиток оригинального доказательства Трахмана, он так обозначал, потому что… По мощности, но пояснили, что по включению. Ну, хорошо, по мощности, по включению. Но вот то, что это эквивалентно, это следует из того, что в следующей строчке написано. Понятно, что если F – клика, то все ее сдвиги, когда мы применяем буквами U, это тоже клики. Да? Но мы же не можем ничего сжать. Значит, получается, значит, множество той же мощности. Да? Значит, они максимальны. Вот. А в какую сторону, не понятно. Сейчас, значит, если оно максимально кардинальности, то оно, конечно, и по мощности. А, ну да. Почему из того, что оно максимально по включению, следует, что оно максимально по мощности. Тогда, ну, допустим, что они разные были бы по мощности, мы бы одну могли засунуть внутрь другой. Вот. Ну, ладно, не так важно. Пусть будет максимально по мощности, этого нам достаточно. Вот. Так вот, такая лема нам понадобится. Пусть автомат не имеет ни одной стабильной пары. И пусть у нас есть две разные клики. Тогда не может быть так, что у них почти все элементы, кроме одного, общие. Понятно. Да? Вот это равенство. Ну, мощность F без мощности пересечения. Ну, понятно, что поскольку, значит, по определению у них мощности одинаковые, то это то же самое, что мощность G минус мощность пересечения. Это обязательно будет больше единиц. То есть не может так получаться, что у них много-много общих элементов только по одному разному. Это... То есть вот такая картинка невозможна. Когда у меня F и G различаются только одним элементом. Ну, вот есть один элемент, который лежит в F, но не лежит пересечения. И один элемент, который лежит в F, но не лежит пересечения. Который лежит в G, но не лежит пересечения. Вот. Ну, давайте это докажем. От противного. Допустим, что вот эти числа равны единице. Я бы значим, как это было сделано на картинке. Через P единственный элемент в F без G, а через Q единственный элемент в G без F. Пара PQ нестабильна. Ну, просто потому, что в нашем автомате по определению... По, так сказать, не по определению, по условию нашей лемы вообще нету стабильных пар. Это значит, что есть такое слово U, что пара P.U, Q.U тупиковая. Что мы ее можем задвинуть в тупик. Потому, что мы рассматриваем, в условиях лемы сказано, мы рассматриваем автомат, в котором нет стабильных пар. Значит, любая пара нестабильна. Сейчас, а это как бы не весь график, это что? Нет, еще раз. Тупик, мы это только что обсуждали. Быть нестабильной парой, быть тупиком, это разные вещи. Клика, это блоки, да? Да, клика состоит из таких элементов, что любые два из них образуют тупиковую пару. Значит, итак, PQ нестабильна. Значит, если подействовать каким-то словом U, то это будет тупик. Тогда рассмотрим F объединить G. Ну, это вот что такое? Это значит, можно так мыслить все. Это F с добавленным Q. Или что-то же самое, это G с добавленным P. И подействуем на это U. Я утверждаю, что это клика. Но действительно, Q с любым элементом, кроме P, это уже был тупик. Потому, что это были элементы клики F. Значит, если я сдвинул, то это тупиком и останется. F, простите, P с любым элементом из G, это тоже был тупик. Уже. Значит, если я сдвинул, оно тупиком и останется. Ну, и осталась пара PQ, а по предположению мы предположили, что и она, PU и Q тоже образуют тупик. Мы пришли к противоречию, потому что мы построили клику, который на один элемент больше, чем в это. Так быть не может. Ну, и по включению тоже, да, кстати сказать. Вот. Хорошо. Доказали. Теперь следующая вещь – это уровень по отношению к буквы. Значит, возьмем произвольный автомат, возьмем произвольную букву из алфавита входного и… Сейчас мы доказали лему. Да. Мы сейчас ее используем через некоторую… А, мы пока доказали, пришли к следующему построению. Да, вот мы зафиксировали лему такую, чтобы клики не могут вот так располагаться. Вот. Теперь мы такой очень естественный параметр припишем к всем состояниям автомата – это уровень по отношению к букве. Вот. Вот мы уже обсуждали, что если стереть все, кроме одной буквы в автомате, то получится набор вот таких кластеров. Один цикл, в него втыкаются деревья. Вот. Вот нарисована такая типичная компонента. Так давайте договоримся так. Элементам цикла припишем ноль. Их уровень будет ноль. А всем остальным элементам припишем кратчайший путь до этого цикла, длину кратчайшего путь до этого цикла. То есть сколько шагов надо сделать по вот тому подграфу, который остался, помеченный буква, чтобы дойти до цикла. Ну вот на этой картинке все эти уровни показаны. Он единственный, потому что это по дереву мы идем. Да, конечно. Поэтому все это однозначно определяется. То есть и так, вот. Ну мы это делаем независимо для каждой такой вот компоненты. То есть все, что лежит на циклах помеченных А, имеет уровень ноль. Все, что требует одного шага, чтобы дойти до цикла в уровне нин и так далее. Вот такая лема. Можно сказать, это ключевая лема. Пусть А сильно связанный автомат такой, что все состояния максимального уровня, которое мы обозначим через ль и который больше единицы, да, по отношению к принадлежат одному и тому же дереву. Ну посмотрим. Может быть больше нуля. Ну может быть вы и правы. То есть понятно, да. Вообще говоря, вот на, скажем, на той картинке, которую я нарисовал до этого, это было, это верно. Ну по крайней мере, если другого нет, то вот, значит, вершина максимального уровня на Т3, она одна вообще. Ну и значит лежит на одном дереве. Вот так, в принципе, можно себе представить, что у меня есть два одинаковых дерева, которые, ну, так сказать, изоморхно, которые растут из одного цикла, из разных мест, и вершины максимального уровня и там, и там находятся. Так, допустим, что это не так. Допустим, что... А? Ну, я нарисовал одну компоненту, я не утверждаю, что он один. Вот. Так вот, все вершины максимального уровня находятся на одном дереве. Тогда есть стабильная пара. Значит, если есть такая раскраска, что относительно... Ну, если есть такой автомат, у которого все вершины максимального уровня живут на одном дереве. Их может быть больше одной, но они все на одном дереве. Тогда у А есть стабильная пара. Вот. А сейчас, а вот пара А... Какой это буква? Или не должен быть? Для любой буквы это должно быть? Нет, есть такая буква. Для какой-то буквы это так. Ну вот, обозначим через Н множество всех состояний уровня L по отношению к букве А. Ну, тогда понятно, что если я на эти состояния подействую А в степени L, они перейдут в одно и то же состояние, а именно в корень этого дерева. Значит, ни одна пара не может быть тупиковой. Возьмем произвольную клику. Обозначим ее C. В смысле, ни одна пара таких пришель? Да, не может быть тупиковой пары. Да, максимального уровня. Возьмем произвольную клику. Ну, поскольку клики... Все пары тупиковые. То она может с множеством Н пересекаться самое большее по одному элементу. В Н нету тупиковых пар, а в С все пары тупиковые. Значит, если у них есть общие элементы, то самое большее один. Теперь заметим, что граф сильно связанный. Значит, все можно как угодно двигать. И в частности, можно найти такую клику, которая имеет общий элемент C. Ну, понятно, просто возьмем любую клику. Возьмем там любой элемент. И применим то слово, которое переводит этот элемент в какой-то элемент из Н. Такое слово существует, потому что автомат сильно связан. Оно всю клику сдвинет, это снова будет клика. Она по определению будет иметь общий элемент с Н. Ну, а по доказанному выше только один общий элемент. Хорошо. Применим к элементам этой клики А в степени L без единицы. То есть, что тогда можно сказать? У нас элемент максимального уровня только один в этой клике. Только он не попадет на циклы. Вот любой другой элемент из клики L, когда мы достаточно большой степенью А подействуем, каждый шаг приближает к циклу. Ну, и рано или поздно. А когда уже мы на цикл попали, буква А просто по циклу гоняет, и уйти с него нельзя. Поэтому ровно один элемент... Простите. Если у нас автомат сильно связан, то как мы с состоянием на цикле попадаем в состояние немцы? Так другие буквами. У нас же несколько букв, да? Так сказать. Да. Ну, тут неправильно, конечно, написано. Это... Может быть, А в степени L? Нет, нет, нет. А в степени L минус 1, это клика, у которой все состояния на цикле, кроме одного, то, которое общее, оно как раз на цикл еще не попадет. Ему надо L шагов сделать. Ну, я извиняюсь, тут, конечно, написано нехорошо. Может, я... Ну, ладно. Наверное, понятно, то, что я говорю. Значит, если я сделаю L минус 1 шаг, то все состояния, кроме самых далеких, попадают на циклы. Вот. А это состояние еще висит. Да? И получается такая клика. У него все на циклах, кроме одного. А теперь я эту цикл, клику, подкручу еще большой-большой степенью А. Такой, у которой... Вот это... Показатель этой степени это что? Общая кратная длина всех циклов, помеченных буквой А. Понятно? Тогда понятно, что все состояния, которые уже были на цикле, они просто останутся на месте под действием этой степени А. Ну, мы сколько-то раз прогоним их по циклу и останемся на месте. А то состояние, которое еще было не на цикле, оно теперь на цикл попадет. Ну, поскольку ему один шаг всего оставался. Что же получается? Мы бы нашли две такие клики, вот F и новая клика G, которые как раз запрещенную конфигурацию образуют. У них все элементы общие, кроме одного. Правильно? Значит... Ну, а мы доказали, что так быть не может. В автомате, который не имеет стабильных пар. Поле ИМИ-1, у автомата есть стабильная пара. Хорошо. Что мы... Чего мы добились? То есть, пока я, в общем, все полностью, так сказать, доказываю. Ну, вот, дальше уже, так сказать, есть кусочек, где я остановлюсь. А, ну, собственно, здесь я остановлюсь. Значит, мы упростили задачу существенно, на самом деле. То есть, мы теперь вообще с одной буквой можем работать. И нам достаточно показать, что для любого автомата можно так перекрасить, чтобы выполнялось условие ЛМИ-2. Чтобы все вершины максимального уровня были на одном дереве. Понятно? Вот, если мы это докажем... То есть, понятно, значит, из каких-то там сложных перекрасок получились очень простые, которые вообще с одной буквы оперируют. Вот. Ну, и, может быть... Давайте я быстро... Сколько у меня еще есть время? А, ну, тогда я просто успею это сейчас объяснить. Значит, вот, теперь что мы хотим сделать? Мы хотим показать, что можно перекрасить все так, чтобы все вершины максимального уровня попали на один цикл. Мы будем рассуждать, ну, опять по индукции, естественно. И индукция будет по числу тех вершин, которые не лежат на циклах, помеченных А. То есть, мы взяли какую-то раскраску и будем по индукции рассуждать, вести индукцию по такому параметру. Число всех вершин, не лежащих на циклах, помеченных А. Ну, давайте этот параметр обозначим какой-нибудь буквой. Ну, первый случай, который надо смотреть. Р равно нулю. Это значит, что все вершины, помеченные А, находятся на циклах. Здесь надо рассмотреть два случая. Первый случай, когда цикл ровно один. То есть, у меня есть один большой-большой-большой цикл, и весь он помечен буквой А. Я утверждаю, что в моем автомате, с которым я работаю, есть какая-то хорда, которая помечена, естественно, другой буквой, но которая вот соединяет две несоседние вершины этого цикла. Есть что-нибудь такое? Почему это так? Ну, а как бы могло быть не так? Могло быть не так, если все эти вершины тоже шли так. Но тогда бы длины всех циклов делились бы, а были бы одинаковые, равны длине этого цикла. А это условие не выполнено. То есть, это, между прочим, единственное место, где в рассуждении используется вот эта примитивность. Именно в этом месте и больше нигде. Понятно, да? Что тот случай, когда все ребра параллельны, так сказать, он исключен этим. Ну, а тогда я могу как перекрасить? Очень просто. А, вот. Вот. Я вот это переключу. Вот это будет Б. А вот это будет А. У меня цикл разорвется, получается, ну, дерево вот такое. Ну, вот это цикл, и у него есть вот этот хвостик. Эта вершина будет максимального уровня. Ну, она одна вообще здесь будет. Все очень хорошо. Ага, то есть, если вот эта вот вертикальная эльбро идет в соседнюю справа, вершина, вот тогда ее уровень будет единица. Все-таки надо будет писать эльб больше нуля. Ну, наверное, да. Мы вроде бы нигде. Мы нигде не пользуемся, что эль больше единицы. Да. Ну, просто здесь, понятно, формально написано эль без единицы. Ну, просто в этом случае, ну, ясно, что мы берем просто цикл. Да, 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 да. Да, хорошо. Но это, конечно, мы не закончили еще исследование случая равно нулю. Потому что есть другой подслучай, когда циклов несколько. То есть, по-прежнему нет вершин, помеченных А, лежащих не на циклах, но циклов, помеченных А, больше единицы. Понятно? Да. Ну, опять вспомним, что наш автомат сильно связанный. И, значит, есть какой-то путь, ну, естественно, он уже другими буквами должен быть помечен, который, например, там, отсюда идет сюда. Да, вот здесь А. А здесь, допустим, В. То есть, есть, ну, среди этих циклов есть такие два, что какое-то ребро начинается в одном из них и заканчивается в другом из них. Ну, понятно, как мы переключаем. Очевидно, да, значит, я вот здесь теперь рисую А. А здесь В. И опять возник. Ну, вот теперь возникло это дерево. Ну, опять оно одноровно возникло. И вершины максимального уровня все здесь оказались. Мы доказали. Предположение индукции мы доказали. Если нет вершин, лежащих на циклах, помеченных буквой А, то можно так перекрасить, что будет выполняться условие Лема-2. Доказали базу. Ну, теперь шаг индукции. Значит, ну, вот картинка. Вот есть какой-то цикл, помеченный А. Вот есть какая-то вершина максимального уровня. Кроме нее, есть еще и другие вершины максимального уровня, которые не попали на это дерево. Ну, иначе доказывать было бы нечего. Значит, стрелочки, ну, понятно, идут вот так, вот так. Ну, а здесь, допустим, так. Ну, понятно, что есть какая-то стрелочка, конец которой вот это состояние. Ну, она, естественно, не может быть помечена буквой А, потому что мы предположили, что это вершина максимального уровня. Но какая-то стрелочка входящая здесь должна быть, это все в силу сильной связанности. Ну, она, допустим, помечена буквой Б. Вот. А здесь, конечно, из нее выходило что-то помеченное буквой А. Ну, вот есть ситуация так, как я нарисовал, это все очень легко. То есть, если эта вершина не попадала на наши циклы, то я просто переключаю и удлиняю. Это очевидно, да? Ну, на самом деле, все может быть хитрее. То есть, это может быть лежать здесь. То есть, вот, картинка может быть такой. Или на том же дереве, да, совершенно верно. Значит, вот это может быть вот такая ситуация, когда я на цикле лежу, или когда я лежу здесь. Вот, в таком духе. Вот. Ну, опять есть некоторые несложные переключения, которые позволяют удлинить. Ну, если я лежу на цикле здесь, ну, вот, давайте я нарисую эту картинку отдельно здесь. Вот так, так. Так. И так. Вот. То понятно, как я переключаю. Значит, это становится красным, а это становится, вот здесь становится, а здесь становится А. Что возникает? Либо я удлиняю дерево, либо, вот как в этой ситуации, я удлиняю цикл. Это, оказывается, тоже хорошо. Почему? Да, потому что тогда я предположением индукции могу использоваться. То есть, если я вот переключил здесь, то у меня может возникнуть более длинный цикл по А, чем был раньше. Но это меня вполне устраивает, потому что я попадаю в ситуацию, что вершин, не лежащих на циклах, начинается, становится меньше, и применяется предположение индукции. Либо я удлиняю дерево. Казалось бы, все это замечательно, но вот есть одна маленькая тонкость, что есть такая конфигурация, когда это не срабатывает. А именно, возможно, такая симметричная картинка. Если все аккуратно посчитать, то видно, что все вот по всех случаях, ну, понятно, что там, ну, изложение у Трахмана не очень хорошее, но сейчас есть книжка, вот вышло новое издание, книжки Берстель, Перен и Рейтенауэр, называется, коды и автоматы. И они уже прямо в книжку включили доказательства, и там, конечно, не прописали его очень аккуратно. Ну, там надо случаи разбирать, чтобы все аккуратно было. И везде все вот получается. То есть, либо мы что-то перекрашиваем, длина увеличивается, либо перекрашиваем, длина дерева, высота дерева увеличивается, либо общая, так сказать, длина циклов увеличивается. Но есть нехороший случай, когда вот так вот все совпадает, удачно, ну, или, скажем так, неудачно. Что вот когда отсюда идет ребро, и когда я здесь переключаю, то новый цикл становится той же длины, который был старый, а новый хвостик такой же длины, который был старый. Ну, вот. То есть, когда в этом дереве есть еще одна, а такая же максимальная решение получается? А? Ну, вот сейчас я получу. То есть, в этом дереве должна быть еще одна решение, как можно было сделать? Ну, может быть, но это не это важно. Вот важно, вот у меня была, так сказать, конфигурация такая, вот я где-то порвал, да, и отправил сюда. Возник новый цикл и новый хвостик. Если хвостик стал длиннее, это меня устраивает. Если цикл стал длиннее, это тоже меня устраивает. Но, возможно, такой набор параметров, что после такого переключения, после любого такого переключения, останется длина цикла такая же и длина хвостика такая же. То есть, вот этот хвостик, который здесь получился, он такой же, как был раньше. А вот этот цикл, который здесь получился, он такой, как был раньше. Вот это случай, который приходится исследовать отдельно. И в этом случае проверяется, ну там опять приходится всякие по случаю разбирать, и получается, что тогда все ребра вот из этой вершины ведут сюда, ну в противном случае, а все ребра из этой вершины тоже ведут сюда, иначе можно переключить. Но тогда эта пара уже стабильная, если все ребра, как бы мы не красили, если все ребра отсюда идут сюда, и все ребра отсюда тоже идут сюда, то это стабильная вершина, а так сказать независимо от раскраски. Ну все, вот каким образом доказаться. То есть, так сказать, вот этот кусочек доказательства, он конечно такой, ну не очень красочный, в том смысле, что там действительно она так, ну чтобы все было правильно, надо аккуратно разобрать всякие вот конфигурации, где что лежит и все такое, но все это делается. И вот важно, конечно, было не пропустить этот случай, потому что в какой-то момент кажется, ну все понятно, а вот на самом деле есть там такая маленькая тонкость. Что я еще могу по этому поводу сказать, я не хочу там дальше идти, потому что, ну сейчас, так сказать, разумное время остановиться, но я хочу сказать про алгоритмический аспект. Вот мы доказали, ну или там обсудили доказательства вот этой теоремы, ну а практически можно это сделать или нет? Ну наше доказательство было, нельзя сказать, что оно было уж очень конструктивным, там было много рассуждений от противного, так сказать, что вроде где-то что-то существует, а если не существует, то мы получаем противоречие. Ну на самом деле оно распрямляется, это доказательство, то есть можно, так сказать, все вот эти там индукции, там и от противного все это вернуть и получить алгоритм. У самого Трахмана он это в работе другой, правда, не в той же самой проделывал, и у него кубический алгоритм получился, а вот БиАЛ и ПРН, они в своей работе смогли квадратичный сделать. То есть, значит, если есть граф сильно связанный с примитивной и с одинаковыми сетями вершин, то за квадратичное время можно построить его синхронизирующую раскраску, или там синхронизируемую раскраску. Вот. Ну можно такой задать вопрос. Хорошо, ну раскраску мы построим, а может быть нам, ну у какого графа может быть несколько синхронизирующих раскрасок, а как вам построить самую лучшую? В каком смысле? Ну в том смысле, что она самым быстрым словом синхронизируется. То есть, понятно, что у одного графа может быть много раскрасок, какие-то из них синхронизируемы, а какие-то нет. Ну, между прочим, вот, например, у автомата Черни все раскраски синхронизируемы. Можно как его наперекрашить, что он станет синхронизирующим. Но я про это позднее поговорю, потому что это одна из проблем, которые я хотел бы обсудить открытых. Вот. А вот, допустим, значит, мы из всех раскрасок хотим выбрать ту, которая быстрее всего синхронизируется. Ну вот, оказывается, конечно, уже НП трудная задача. Вот. Это доказано было вот этим самым Адамом Романом. Это он докладывал на FCT, тоже такая из конференции. Foundation of Communication of Severy. А сейчас он ее в журнал послал, и там я ее рецензирую. В общем, там, конечно, довольно плохо написано, но результат верен. То есть, она выйдет постепенно, так сказать, мы работаем. Даже больше того, на самом деле, вот, когда мы доказательства его анализировали, анализировали, то доанализировали до такого удивительного результата, который, на первый взгляд, даже, кажется, не может быть верным. Вот, допустим, у меня, ну, как вообще такая задача ставится в оптимальной синхронизирующей раскраске? Она должна была бы ставиться в духе тех задач, которые я в начале вот сегодняшнего дня ставил. То есть, дана пара, да, граф и число. Верно ли, что существует такая синхронизирующая раскраска этого графа, что у нее есть синхронизирующее слово длины не больше, ну, длины равны этому числу? Это естественная формулировка. Так вот, оказывается, ну, вот эта задача, оказывается, НП полной. Но, оказывается, НП полной, оказывается, такая задача. На первый взгляд, кажется, что она должна быть разрешима, но вот из доказательства видно, что на самом деле уже она, она пополна. Дан граф. Верно ли, что у него есть такая синхронизирующая раскраска, у которой есть синхронизирующее слово длины 8? То есть, константу можно просить. Вот это открытая проблема. Ну, не открытая, извиняюсь. Это НП полная задача. Вот. Ну, а Берлинков доказал неаппроксимируемость. То есть, ну, естественно, вот аналогичный результат. Правда, не в таком. Это довольно трудная работа. И она еще, так сказать, наверное, выйдет не очень скоро, потому что там текст... Ну, он уже стал читаемый, этот текст. Но еще там много надо работать. Вот. А там сдана в один журнал, ну, там, так сказать, постепенно улучшается. Он доказал такой факт, что пусть ни для какого альфа меньше 2 не существует полиномиального алгоритма, который по любому допустимому графу отвечает, указывает, есть ли у него такая раскраска, у которой есть синхронизирующее слово, с длиной не больше, чем альфа на оптимальное значение. Вот. То есть, он показал, что нельзя аппроксимировать с фактором 2. Ну, вот для автоматов у него тоже в работе так. Сначала это кажется с фактором 2, а потом такая довольно симпатичная конструкция. Как-то это итерируется все. Там сам в себя этот пример подставляется. И разворачивается, что нельзя вообще с конечным фактором это аппроксимировать. А вот для графов, ну, там уже сама конструкция для двойки довольно громоздкая. И как ее можно было бы развернуть, значит, чтобы получить аппроксимацию. Невозможность аппроксимации с любым постоянным фактором. Это уже, ну, в общем, ну, по-видимому, даже не стоит пока этим заниматься. Актуальнее, так сказать, довести до ума то доказательство, которое есть. Ну, я так думаю, что для диссертации может там достаточно результатов. Сейчас важно их оформить и правильно изложить. Ну, как обычно бывает, вот это, ну, так сказать, решена такая задача, в общем-то, хорошая, симпатичная и достаточно эффективное решение. Ну, как всегда бывает, она порождает сразу очень много открытых новых вопросов. Ну, а в них вот я, наверное, уже расскажу в следующий раз. А здесь, так сказать, хотя у меня есть там еще слайды, да, так сказать, ну, начинать, наверное, сейчас уже не имеет смысла. Так что на сегодня все. Ну, вопросы. Нет, значит, наша задача поместить все вершины максимального уровня на одно дерево. При этом мы рассуждаем по индукции, а индукцию ведем по числу вершин, не находящихся на циклах помеченных А. Ну, вот у нашего автомата есть, ну, состояние там, вершины, я, конечно, так оговариваюсь все время, потому что, так сказать, для меня это одно и то же. Вот, это, может, не очень хорошо, с педагогической такой точки зрения. Вот, то есть мы ведем индукцию по числу состояний в нашем автомате, не принадлежащих циклам помеченных буквой А. При этом базу индукции мы проверили, да, если таких состояний нет вообще, то все в порядке. Поэтому понятно, что если нам удастся так перекрасить, чтобы суммарная длина циклов помеченных А увеличилась, мы можем воспользоваться предположением индукции. А если нам удастся приделать что-то так, чтобы длина какого-то пути от какой-то вершины до цикла стала больше, чем она была раньше, это нас тоже устраивает, потому что тогда просто мы построили ту раскраску, ну, такую раскраску, как нам хотелось. Ну, как, ну, вот, эта конфигурация вот такая, да, значит, вот мы взяли какую-то вершину, которая в этой существующей раскраске была максимальная. И, допустим, нам за счет какой-то перекраски удалось сюда еще что-то, еще одну стрелочку помеченную приделать, сохранив старое. Ну, тогда это же стало длиннее, значит, и вершина максимального уровня, теперь именно эта вершина, никаких других больше нет. Это как раз то, что нас интересует, нам важно, мы хотим, чтобы все вершины максимального уровня были на одном дереве. Ну, если она одна, она точно на одном дереве. То есть, вот мы все время, ну, вот такую игру, так сказать, либо мы циклы уединяем, либо мы, значит, деревья, так сказать, отращиваем. Либо сразу получаем, что хотели, либо... Либо предположение индукции, да. Вот, ну, вот есть один нехороший случай, вот, там, когда длины так вот, длины цикла и длина, так сказать, высота этого дерева так между собой связаны, что это не получается. Вот этот случай приходится еще рассматривать отдельно. Ну, вот если читать изложение доказательств, то эту книжку, ну, это, наверное, не педагогично говорить, да, то есть, там, я хочу сказать, что книжка сама дорогая, но она на Лебрусике лежит, там, в библиотеке Генезис, так что, в общем, все могут оттуда ее вырезать. Да, это надо... Да. Вы знаете, не такая идея мне в голове приходила, но я не думаю, что вряд ли, ну, я не думаю, что это так прямо связано, ну, вообще, надо подумать, может быть, ну... Ну, да, там, к мату, допустим, да, или там... Ну, вы знаете, спасибо, это... Потому что, ну, действительно, ведь, понятно, что любая игра, ну, такая, достаточно терминированная, это все равно блуждание по какому-то графу, там, как называется, граф Грунди. Я не большой специалист в теории игр, то есть, вот, как-то, я имею в виду, там, есть же свои какие-то понятия, да, значит, там, и так далее, и, да, в этих терминах, конечно, можно, чтобы... Ну, понятно, вот есть позиции, да, там, выигрышные позиции, проигрышные позиции, и мы... Есть граф, который их соединяет, который показывает, как, ну, позиции выигрышные для Алисы, позиции выигрышные для Боба, значит, можно построить граф, по которому мы фактически ходим. Когда мы играем в любую игру, мы, вот, по этому графу конфигурации ходим, да, вот, и, ну, да, мы стремимся к какой-то, ну, в данном случае не к одной, а, там, к какой-то совокупности позиций, ну, можно их, наверное, как-то отождествить, тогда получится к одной. Так что, да, может быть, спасибо. Как из того, что существует стабильная пара, да, получается, ну, это получается, ну, я не доказывал эту лему подробно, я вот ее пытался на этом дефектном рисунке проиллюстрировать. Значит, мы рассуждаем по индукции, значит, есть отношение стабильности, это конгруенция. Значит, мы рассуждаем по индукции, профакторизовали по этой конгруенции, получили меньший автомат. Ну, надо проверить, что у него по-прежнему есть стабильные пары, ну, это верно, это, так сказать, проверяется. Тогда у него есть синхронизирующая раскраска. Эту синхронизирующую раскраску можно понять, что она поднимается обратно вверх. Вот, то есть, там, это все довольно конструктивно, на самом деле. То есть, вот, в этой статье Кулика, Карри и Кархемяки, в общем, довольно ясно, как это, благодаря этому можно алгоритм получить в конечном счете, потому что... Нет, нет, мы не то, что там подавляем новую, добавляем новую стабильность, именно прямо так. То есть, вот, если есть отношение, просто вот такое утверждение верно. Если фактор по отношению стабильности с синхронизируемый автомат, то исходный автомат тоже синхронизируем. Потому что просто всегда можно поднять. Это, кстати, это неверно для произвольной конгруэнции. Понятно, да? То есть, ну, вообще говоря, можно рассматривать любые конгруэнции на автоматах. И ясно, что фактор автомат синхронизируемого автомата будет синхронизирован. Это верно, это свойство сохраняется. Но совсем неверно, что если фактор автомат по какой-то конгруэнции синхронизируемый, то исходный тоже. Но отношение стабильности, оно вот достаточно хорошее, оно позволяет вот такой pullback, так сказать, обратно вернуться и это все построить. Если говоря, вот отношение стабильности в этом смысле, скорее, принадлежит к числу немногих конгруэнций, или же наоборот, большинство из них синхронизируемый сохраняемый? Ну, большинство, понятно, условно. Ну, я понимаю, я понимаю смысл вашего вопроса. То есть, достаточно ли типично такое условие? Мне кажется, нет. Я бы так сказал, типичным является то, что поднять синхронизируемость нельзя. Если бы было много конгруэнций, которые отвечают, обладают таким свойством, то проблему, задачу черни можно было бы, наверное, как-то хорошо решать по индукции. Это очень, да, так сказать, вот, в общем, а это, в общем, неверно. Нет, все-таки это очень специфической должна быть. Ну, понятна же проблема в чем? Вот у меня есть разбиение, что такое конгруэнция? Это разбиение на какие-то блоки, на какие-то классы. И у меня, допустим, есть синхронизирующее слово в этом, в новом автомате, в факторе автомате. Это значит, что вот есть здесь путь, помеченный W, который ведет сюда. И отсюда тоже есть путь, помеченный W, который идет сюда. Я хочу это обратно поднять. Это нетривиально, потому что, скажем, если я сделаю это W, да, то я только что могу утверждать, что оно любое слово, любую точку отсюда переведет сюда. Да? А здесь тоже переведет сюда. То есть, почему оно сжимает, это непонятно. Но для отношения стабильности ситуация лучше. Почему? Смотрите. Все, вот я взял теперь два разных элемента здесь, в одном классе. Слово W, их перевело, быть может, тоже в разные элементы здесь. Но это же класс отношения стабильность. Значит, эти два уже можно в нашем автомате, в исходном, сжать в одно. Ну, а там понятно, что если, ну, так сказать, рассуждение, которое было в самом первом предложении, которое Черни доказал, что если любую пару можно сжать, то и все можно сжать. Значит, есть для всего класса стабильности, есть такое слово, которое все сжимает в одно. И вот его еще надо применить. То есть, сначала применить слово W, которое синхронизирует фактор автомат, а потом докрутить каким-то словом W, которое сжимает этот класс. Такое слово для каждого класса существует. Для каждого класса отношения стабильности. Есть слово, которое все элементы из этого класса в один объединяет. Какие есть оценки на длину кратчайшего слова, которые синхронизируют пару состояний? Я вопрос понял, но чтобы на него дать какой-то освежительный ответ, надо уточнить, а какую пару? То есть любую пару, ну тогда в синхронизированном автомате всегда есть такая пара, которая буквесен. Это лучший скотчий. А, ну и худший, то есть какое самое длинное, ну тогда квадратично. То есть есть такие автоматы, в которых есть такие пары, для синхронизации которых надо пробежать по всем вообще парам этого. Сказать, в автомате черни, вот, так есть такая пара, когда, вот, я упоминал этот щедрый алгоритм. Когда мы его, когда мы отправляем самую жадную, самую далекую пару в одноэлементную. Так вот, почему он работает быстро, скажем, для автомата черни? Потому что он делает всего два шага. Вот, когда он отправляет самую далекую пару, значит, он при этом сжимает все и остается ровно одна пара. Ну, в зависимости от арифметических свойств числа состояний, это может быть та же самая пара, с которой мы начали, или другая. Если число состояний простое, то та пара, которая остается после того, как мы ее сжали, это та же самая, с которой мы начали. Но она остается одна. И мы второй раз повторяем этот же путь и сжимаем. Таким образом, ну, понятно, все слово имеет длину n минус 1 в квадрате, ну там еще плюс n надо добавить. Значит, а пара сжимается половиной от этого. Ну, то есть, примерно n на n минус 1 пополам. Вот, да, это так. Ну, там на самом деле, вот в этом случае, жалко у меня, я мог такую картинку нарисовать, конечно, это труда бы большого не составило. Значит, вот пусть n простое число, тогда есть пара, для того, чтобы ее сжать, надо n на n минус 1 пополам. После сжатия она же остается, значит, надо еще прибавить n на n минус 1 пополам. Это общая длина слова, которая получается n на n минус 1. Почему я говорю, что алгоритм точно строят? Ведь мы знаем, что правильный ответ n минус 1 в квадрате. Дело в том, что в начале этого слова, которое здесь строится, стоит n минус 1 степень буквы B, то есть перестановки, которую можно отбросить, ясно, что это слово все равно останется синхронизирующим. Ну вот, если я отсюда вычитаю n минус 1, то как раз это и получается. В этом смысле точно. Ну вот, да, вот, это наихудший случай.